Далгопилский краеведческий художественный музей Место особое Здесь работают люди, для которых история – понятие не абстрактное Она в каждом предмете, в каждом документе, проходящих через руки и умы тех, кто посвятил жизнь решению старых загадок, сложению пазлов из событий и вплетенных в них биографий Для работников музея любой исторический артефакт – это кусочек пестрой мозаики, цветное стекло в огромном витраже, имя которому – прошлое Помещалось офицерское собрание там, где ныне находится городское самоуправление Нижний этаж был предоставлен в распоряжении юревского полка, разместившего там свою канцелярию, учебную команду, нестроевую роту с мастерскими А верхний этаж был целиком отведен под собрание Теперешний зал заседаний был залом для танцев и других увеселений Газета «Двинский листок» 25 июня 1900 года Это был очень интересный период, период расцвета нашего города накануне Первой мировой войны Это был крупный экономический центр, промышленность, торговля были развиты Это крупнейший был железнодорожный узел, что и повлияло на развитие города И, конечно, культурный центр Заместитель руководителя Дагопилского краеведческого и художественного музея по научной работе Людмила Жилвинская Как и все сотрудники музея имеет свою тему для изучения В сфере ее научных интересов Двинск в составе Российской империи с 1861 года до февраля 1917 Зал домских заседаний был несколько длиннее и охватывал комнату, ныне отведенную под кабинет члена управы, зав. отделом соцобеспечения Из зала вели двери дальше в дамскую гостиную и еще дальше в комнаты для карточной игры Газета «Двинский листок» 25 июня 1900 года Историю Дагопилского самоуправления Людмила Жилвинская собирает по крупицам До недавнего времени хронологического списка руководителей города просто не существовало В местных архивах и других доступных источниках информации об этом не было Чтобы исправить ситуацию, пришлось ездить в командировки В Санкт-Петербург, в Российскую национальную библиотеку В Минский архив, где хранятся практически большая часть документов, связанных с нашим городом Ведь самые старые документы были сожжены отрядом знаменитого Агиньского в 1795 году А вот более новые, они хранятся как раз в Минске И постепенно список этот был составлен Очень большая проблема была найти портреты Поэтому не все портреты качественные Некоторые были получены из газетных каких-то материалов Но я довольна, что люди, которые Кто в большей, кто в меньшей мере Что-то сделал для города О них теперь помнят В конце минувшего года на лютеранской кирхе Установили башенные часы с боем Циферблаты с четырех сторон Часы сделаны на средства, собранные среди прихожан кирхи И на пособия города в 150 рублей Башенные часы – очень удобная новинка для двинских обывателей «Двинский листок» 17 января 1901 года Газета «Двинский листок» – кладезь информации о Двинске Она выходила с 1900 по 1915 год К сожалению, ни одного оригинала в Дауговпилсе не сохранилось Все они хранятся в Российской национальной библиотеке Я написала два проекта Поддержанных проекта, так скажем И нам удалось получить дигитальные копии За первые четыре года издания К сожалению, удовольствие – это очень дорогое Оцифровка материалов стоит очень дорого И потом я еще трижды пыталась подать этот проект в «Култур капитала фонд» Но проект не был поддержан, к сожалению А так хотелось бы хотя бы вот этот 1913 или 1912 год Полистать я полистала в библиотеке Но было слишком мало времени И я могла только урывками что-то посмотреть в этой газете А хотелось бы ее прочитать И тогда намного больше бы мы знали о том, как жил Двинск в начале XX века «Култур капитала фонд» Давно уже в городе чувствовалась необходимость иметь поблизости свободную и наиболее отвечающую условиям местность для постройки дач Потому что единственное дачное место около города Погулянка Всегда переполнено людьми более состоятельными И жить там обходится очень недешево Вследствие этого в мае 1899 года Городская дума по предложению городского головы Пфейфера Постановила отвезти желающим в потомственное пользование под постройку дач Участки на берегу озера Стропы Двинский листок. 13 января 1901 года Когда мы решили сделать интерьерную выставку, то о стиле вопроса не было Югин стиль или модерн, как он по-другому называется Вопрос был другой А какой интерьер показать? И когда мы решили делать гостиную, то взяли рояль, который у нас есть Настелили эту гостиную хозяевами Вся абсолютная обстановка из фондов нашего музея И посуда, и часы, и барометр То есть все И мы хотели повторить какие-то элементы йоги стиля И вы видите фриз Который повторяет элементы розетки под лан, под люстрой Вы видите в стиле определенном и занавесе И шторы, и одежда наших обитателей тоже полностью соответствует этому стилю Ну и естественно нам хотелось как можно больше рассказать о жителях города Поэтому эта выставка дополнена мультимедийной программой В которой представлены альбомы И каждый желающий может с помощью сенсорного экрана Полистать эти альбомы Пройтись по улицам Старого Двинска Так город тогда назывался Вглядеться в лица догов-пелчан Увидеть знаменитостей, которые здесь родились Ну и также посмотреть на старые красивые открытки За каждой созданной экспозицией стоит кропотливый научный труд Без которого работа музея теряет смысл А сам музей превращается в склад старьевщика Для того, чтобы тот или иной предмет стал экспонатом То есть стал предметом, который выставлен на обозрение посетителей Нужно изучить, что это за предмет Его характерные особенности Ну вот возьмем часы, которые висят здесь А почему я их здесь повесила? Да потому что они в том же стиле созданы Они произведены в Германии в начале 19 века На них ничего не написано Нужно изучать литературу И когда еще не было интернета То по межбиблиотечному абонементу заказывались книги И вопрос изучался достаточно глубоко Мы ведь не только делаем экспозиции Наши сотрудники читают лекции Участвуют в научных конференциях со своими рефератами Организуются мероприятия для детей Различные интерактивные музейно-педагогические программы И на пустом месте, без знаний Без изучения той или иной темы Ну ничего не получится 3 января 1903 года состоялся шестой обычный концерт-бал Устроенный в пользу недостаточных студентов-двинцев Уважаемым А.Ф. Князевым Пользуясь случаем, студенты-двинцы считают Особенно приятным долгом выразить искреннюю благодарность Устроителю вечера А.Ф. Князеву Взявшему на себя главные труды и инициативу Как по устройству вечера 1903 года, так и по оказанию помощи студентам и в предыдущие годы Двинский листок 11 января 1903 года О своих учителях Людмила Жилвинская вспоминает с нежностью С нежностью и легкой грустью На рубеже 60-70-х годов В Даугупелском педагогическом институте Который и закончила наша героиня Работала целая плеяда выдающихся преподавателей У нас прекрасные были педагоги Я до сих пор с огромным уважением и пиететом вспоминаю Вилла Павловича Вейнберга Который читал нам археологию, историю Древнего Востока Это был настолько энциклопедических знаний человек И он учил нас не только учиться Не только постигать что-то новое Он нас учил отношению к жизни Не скрою, это известный факт Он пережил концлагерь и остался жив За что его не очень поддерживали в советские времена Но это человек, который был на своем месте Он учил нас И вот представьте себе Идут студентки, девчонки по улице Ригас Мы тогда очень много по этой улице гуляли Тогда это была улица Ленина И идет профессор нам навстречу Он кланяется, снимает шляпу В ответ на наше здравствуйте Это образец интеллигента Это о многом говорит Это говорит об уровне его воспитанности И вообще даже человеческих качествах В видах достижения в успехах в работах по рисованию Комиссия при Академии художеств Постановила просить ходатайство Академии Во-первых, о введении в гимназиях, прогимназиях И других учебных заведениях Программы, выработанной под наблюдением Академии художеств Во-вторых, о признании рисования обязательным Во всех классах гимназий и прогимназий И в-третьих, о возможности улучшения материального положения учителей рисования И об уравнивании их с другими преподавателями Двинский листок, 26 апреля 1903 года Жил-был художник Преподавал в школе прикладного искусства в Даугавпилсе Он писал главным образом пейзажи Пейзажи все местные Какие-то осенние, зимние, летние, весенние Разные-разные виды природы Но все настолько теплые, настолько одухотворенные Что просто равнодушными на эти картины смотреть нельзя И у нас оказалась самая большая коллекция этого художника Кстати, в интернете тогда о нем вообще ничего не было И вот Валда Мешбарде Она описала эти работы А я написала проект Для того, чтобы привести в порядок их Для того, чтобы организовать юбилейную выставку К столетию его рождения И нам это удалось Нам удалось даже восстановить памятник на его могиле На лютеранском кладбище И теперь, если вы наберете «Карлис Мудрис» в интернете Там появится масса материалов Валентина Лея понаписала книгу о нем Замечательное исследование тоже Порой кажется, что возвращать имена – жизненная задача Людмилы Жилвинской На ее столе бесконечные документы, фотографии, письма, открытки Ксерокопии старых изданий Творческий беспорядок четко структурирован и упорядочен Здесь нет ничего лишнего И пока только она одна знает всю ценность того Что лежит на старом письменном столе Понимает ли она, что в такие моменты творит историю? Наверное Ведь когда решается очередной исторический ребус И пазл событий и вплетенных в них биографий вдруг складывается Ее глаза загораются, а сердце поет И эту песню слышно К сожалению, поет сердце не очень часто Но если что-то удается Вот что-то я запланировала, и мне это удалось И на душе становится светло и радостно Мои близкие доставляют мне тоже много хороших, добрых минут Когда я вижу, что они где-то побеспокоились за меня Или поздравили меня с каким-то праздником Вот я могу даже заплакать Я такая чувствительная стала с возрастом И сердце заставляет петь Сознание того, что не все так в жизни и в мире плохо Как иногда об этом пишут Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова